Своих кандидатов на предстоящие выборы в ЗАГС Собрания области назвали и в КПРФ. Всего в этот список были включены 79 фамилий. По словам лидера Владимирских коммунистов, бороться за места в парламенте области будет, цитата, «свежая, молодая и интересная команда». А приоритетными задачами в КПРФ назвали решение проблем в области здравоохранения, общественного транспорта и переселения людей из аварийного жилья. У нас идет большой блок кандидатов, представляющих сферу здравоохранения. Это фельдшеры, станции скорой помощи. У нас идут рабочие, в том числе представляющие наши оборонные предприятия. Также учителя, представители малого предпринимательства. Что примечательно, три наших кандидата являются ветеранами боевых действий. Два кандидата – чемпионы мира, спортсмены. В первую тройку партийного списка вошли трое действующих депутатов областного парламента. Это первый секретарь обкома КПРФ, зампредседателя ЗАГС Собрания Антон Сидорко, зампредседателя комитета по ЖКХ Шамиль Хабибуллин, а также депутат Антон Клюев. Причем КПРФ отказалась от практики включения в список однопартийцев федерального уровня, как это часто практикуется в России и во Владимирской области. Мы же прекрасно понимаем, что данные политики, они откажутся от депутатских мандатов. У нас вся тройка идет тех депутатов, тех политиков, которые реально идут продолжать свою работу. Никто от мандатов не отказывается. И те наказы, те проблемы, которые мы возьмем на вооружение, мы будем выполнять максимально ответственно. Напомним, на прошлых выборах в ЗАГС Собрания области КПРФ заняла второе место. Тогда коммунисты смогли набрать почти 30% голосов избирателей. Теперь КПРФ собирается эту планку поднять. Задача минимум сохранить наши позиции, наши фракции и количественный состав. Но в идеале позиции надо, конечно же, упрочить. Сегодня, на мой взгляд, у нас есть для этого все. Повторюсь, у нас есть команда, которая, ну уж скажу тогда, по-честному, сильнее, на мой взгляд, чем в 2018 году, когда мы баллотировали в текущий созыв. К слову, выборы этого года пройдут с использованием технологий дистанционного электронного голосования. Коммунисты выразили недоверие к такому формату волеизъявления. Мы выступали всегда категорически против электронного голосования, потому что реально проверить, проконтролировать его невозможно от слова совсем. Мы не доверяем этой процедуре. И, учитывая, что у нас в этом году также будет трехдневка, будем всех призывать идти на избирательные участки именно 10 сентября, чтобы голоса можно было сохранить. Предстоящее голосование будет проходить в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье с 8 по 10 сентября этого года. Алексей Домнин, Егор Дьякевич, 6 канал.